Навсегда Это коммунизм Ничем не бесплатно Ничего себе Подарок кедонимому Не есть, просто на сегодня надо А тут маленький формат Не знаю, у меня с этой здесь есть Рация у вас, а не есть? Есть, только мелкие А еще одна нет? Нет, ну только Вот это я понимаю Это один из учеников Еще там 15-го или какого-то года Спечатал Так, давайте начнем с гуртэ Ушла первых С проверки предложений На повтор, да? Могу на точном понятии Задались вопросом Что Гарри Костаров? Шахматез или что? Шахматез, чем он играет? Шахматез Шахматез Нет, это не то Я отправила ответы, которые были на уроке То есть, когда мы делали 8-го числа проверочную А потом домашнее задание было сделать Перевести Как бы такие же грамматические блоки Перезидел Да? Да Ну мы сейчас прибежимся Да, давайте Чечку речь? Чечку речь Давайте туда вместе посмотрим Да, если можно Тут А тут Нет, нет Очень сидеть Эй 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 Сегодня у нас будет вот так По крайней мере в первой части занятия Потому что мне нужна Кино? Монитор Мне нужна У меня коллеги венгри тоже так разговаривают У них тоже нет ротов У них тоже нет ротов Да, вы что ли? У меня дочка так разговаривает Ну, конечно Я тоже так в детстве разговаривала О, на, на, оно Ну, все одно Как выжить с положением? Да, это не Как выжить с положением? Да, как выжить с положением? Николай сидит с аутентичным Кин мне пельнянь нунале Кто идет сегодня? Кин тунне мне Тунне пельнянь нунале Татин Татин Мы не регистрировались Малый лук Кто разбирается? Что у меня произошло? Что она туда зашла? Мне надо с флешки А, вот сейчас спереди Ну, ну, чудо Да, она туда раз Чего-то его есть Чего-то уже пролагался Светлана сказала, что Светлана сказала, что Светлана сюда приходит Да, флешку надо Светлана сказала, что Светлана сюда приходит Только сказала, что Ее не будет А все с того Приготовили, кто пойдет А, слышь, что уже там? Да Чего-то, что я даю Я думал, прям снимай И будут делать мультик Вот у нас есть День, конечно, дюля Очень День, что спустите Я тоже День, что спустите День, что спустите День, что спустите День, что спустите Если не готова Ну, еще есть время Не надо Подготовил И Гуртеуш Говорить-то я всегда Наглавлю Я внешне не подготовилась Напрасилась Ну, что, давайте посмотрим Разберем Нет, ладно Да, это у нас первое предложение К сожалению, никто не зовет Костя Ой, как-то теперь по-водному Это как всегда теперь Посмотрим Давайте все уроки так Нападим Прогресс А ты не показывай сразу Перебор Мы сначала будем пробовать А потом уже Так ты же сказал, что все уже переведено Я же не читала Я бы начинала когда вот это вот писать Я без ответов писала А потом смотрела и смотрела Давайте даже те, кто делал Закрыли тетрадки Закрыли Попробуем восстановить По памяти Так, к сожалению Никто не зовет в гости Артем Да Ну Жаляс Жаляса Верано Но кин Уга Ну Как у вас перевод Или как я написал Как ты Свой Этьюи Куно Куда Не зовет Куное А вот в начале Или в конце Угать Или угатье Глагол мы ставим Как правило В конце предложения То есть это более Удмуртская конструкция Жаляса Знакомое вам местоимение Это кто Но частица Она отрицательная Нокин Нокитин Нокитиш Ноку То есть все вопросительно Плачьи Это плохо такая была Нокин Да Ну это мой прикол В этом виду Прикол Так идем дальше Родители меня не понимают И не находят нужные слова Так Олеш Ты поскольку родители Я пока это смотрю Так Родители Она от Айесы Это получается Отцы матери Да Да Отцы матери А вы почему Мои да Тут потому что логика Тут хотя не стоит Мои родители Но смысл-то понятен Что наверное Не чужие родители Меня не понимают Моне угвалало Но куле Луиш Кльос Укшито Получается значит Шне Ну конечно Он перевод читает Я просто пытаюсь понять Твой Твой перевод читает Конечно правильно Смотрите Она от Айес Собирательное слово Для родителей Папа Мама Да И в конце Мы добавляем Это множественное число И суффикс И для первого лица Притяжательный Он обозначает Что мои родители Да Потому что родители Не абстрактные Моне Это арку Затив От местоимения Мон Я угвалалу Не понимаю От глагола Валаны Куле Луиш Куле Это нужно Куле Луиш Необходимые Здесь Ну в принципе Можно и Луиш Убрать Куле Кульос Нужные слова Так тоже говорят Кульос Слова Укшито Не находят Валамон Если есть Какие-то Походы Вопросы Я послушал Почему Куле Луиш Ковьется Необходимые Куле Луны Куле Со Анаезлен Вещенес Щары Ук Угнатоды Угнатоды Или Уктодына Значит Анаезлен Вещенес Это болезнь Мамы Вещенес Уже Процесс Болезни Мамы То есть Тут может быть Два Варианта Вот Вещен Это Существительное Вещен Это Процесс Существительное Щары Помните После Лог О чем Угнатоды Вот Эта Частица На То есть Мы не можем Самостоятельные слова Вклинивать Между частицей И глаголом Ой Между глаголом То есть Уг И тот Да Ну Эту Отрицательные частицы Называется Уг Между Уг И глаголом Мы не можем Вклинивать Самостоятельно Слово Как Куное Но частицы Мы можем Вклинивать Но Здесь можно угнатоды и уктоды на. На это ещё, да? Да. На, на ещё. На, ещё, да. Не уже, на, ещё. Оба варианта одинаковые, или какой-то более русский, у них какие-то другой более... Про болезнь? Про влажение частицами, по-моему, это диалектная история. Это третье лицо, да? Вещание, третье лицо. Да, да, потому что мама, её болезнь. Мама его и болезнь мамина, то есть два раза здесь суффиксы... То есть она ес первый раз, да, и эс второй раз суффиксы притяжательные. Ну, Лёш. Ну, чё тут? Да, теперь ты табире, да. Мускулын табире... Удмуртийш. Так, сложное слово. Колбаса, колбасы тоже? Да. Так, мускулын табире... Удмуртийш. Колбас. Ву-ла-ло. Ву-зало. Тоже мой. Да. Хорошая щул тюрем. Щул тюрем? По колбасам, да. Набитая кишка, буквально переводится. Морь и чёрный. Нет, хорошее слово, потому что по аналогии... Вильтюрем? Вильтюрем это кровью набитая кишка. Я ела. В Бобровой долине. Понравилось? Понравилось? Ну, кстати, да. Вот Перебечи с кровью не понравился. А там был, да, тоже с кровью Перебечи. Ну, наверное, всё-таки это особый сорт. Вот. Ну, скольн табире... Удмуртийш колбасу в Узало. Здесь два момента, да? Колбасы, как категория, мы можем единственным числом обозначить. Колбас-лез. Да. И Удмуртийш, колбасы из Удмуртии, мы ставим вот такой вариант, когда суффикс «ыщ», исходного падежа. И он стоит перед. Он как характеристика колбас, получается. Вкусный колбас из Удмуртии. Илья. У меня только не помните. Лептем молкит. Стоим ик. Сто корка, но мурт, окже, ор, ди, те. У кого только... Стоим. Вообще собака выпала из этих... Стоим, собака, мурт, мурт, кинлы, кинлы. Коля, ты на те. Лептем молканизвали, стоим ик, корка, кодем ты, беже, но мурт, йос, миле, ор, ди, те. Ну, не совсем. Тут есть несколько таких моментов, которые... Про качество, про настроение, про... Мы не можем сказать Вань. То есть мы не можем сказать, у собаки имеется хорошее настроение. То есть просто... Собачье настроение. У собаки просто хорошее настроение. Все. А если дословно, это собачье настроение. Да. У собаки... Да. Почему нельзя сказать Вань? Обязательно. Можно, мне кажется. Нет, это будет странно. У собаки есть ухо, мы можем сказать, но про настроение мы не можем сказать Вань. Нематериально. То есть как это... В мультфильме про матрешку, вот когда мне дают банан, я понимаю, а когда передают привет, не очень. Чайно. Мурт, записи. Помогу, лаптем, лаптем, лаптем. Помогу, лаптем, лаптем. Нет, наверное, да, кстати. Мультфильм очень философ. То есть вот я могу представить себе конструкцию, когда я говорю, что у собаки есть ухо, а глаза нет. Ну да. А сказать, что у собаки есть настроение, но нет характера, я не могу. Ну вот, да, слишком абстрактные вещи, да. Потом наверняка самое... В улбуртском языке это ведь кто можно говорить? Можно говорить животным кто? Или что? Ну, вот в улбуртском языке можно ли животным сказать кто? Да, животным, собаки, кин, да, уныкин. Да, в поиске важно, да. Потому что во многих языках, например, в татарском нельзя, поэтому там не может быть и... В английском тоже животное гид. Да, кстати. Хотя в славянском неудушевленном языке. Да, вот пережиток такой, поэтому у них не может быть настроение. Только к людям можно говорить кто. В татарском, а... Я думаю, а в каких конструкциях это вообще выяснить про собаку? Она одушевленная или нет? Да. В английском это понятно, там грамматически это выражается, да? В русском получается не одушевленная, а вот гуси одушевленная. Нет, в русском одушевленная. В русском одушевленная. В русском одушевленная как раз. Мне кажется, есть такая ситуация. Например, винительный падеж ставим, всегда проверяем по винительному падежу. Гуся, но собаку. Не поняла. Ну, как тебе с ней смотри. В русском одушевленном, я что-нибудь не знаю. Ладно, давайте в русский сейчас не будем уходить, а то мы уйдем в день. Все-таки это вопрос такой, да. У меня приехал из Африки студент-лингвист изучать удмуртский. Ну, бывает такое. И вот он увидел рябчика, которого нет у них в Зимбабве. И вот он говорит Кинсо или Марсо. Он в Удмуртском есть, обычно как спрашивают, когда они знают, кто это. Кинсо Марсо. А, да. Что это за чудо-юдо? Да. А, да. Что это? И кто, и что? Кинсо Марсо. Непонятно, да. И про людей также могут сказать, увидели вот, ну я не знаю, там кто-то сидит, непонятное тело в метро. Кинсо Марсо. Кинсо Марсо. Хиппи какой-то бомж. Она бежит, а бежевый бегает вот постоянно. От такого, как бежевый бегло? Да. L-суффикс многократности. Мне всегда казалось, что многократность в Удмуртском является именно когда изо дня и в день, там, или с месяца в месяц. Или с секунды в секунду. Вот смотрите, здесь еще такая логика дома. Она вокруг дома бегает. Да, то есть она уже немножко странно, то есть он бежит вокруг дома. Даже по-русски она бегает вокруг дома. То есть по-русски даже плохо звучит, бежит вокруг дома. Бежит вокруг дома это значит к данной, да. Да, дышит вокруг дома. Нет, можно так сказать, но это вот в данный конкретный момент времени. Прибежала и остановилась. Да, а здесь имеется в виду, что она вокруг дома круги нарезает, поэтому бежилыны. Обязательные конструкции. Можно сказать, что она припаряется. И рычать на кого-то. Вот помните... Всего вшла в джорнал. Помните, вот у нас тоже было управление, что смотреть не на кого-то, не на влэ, а в центр кого-то. В мостом языке шоры, да. Это является шоры. А почему там муртёс шоры, так сказать? На кого-то рычит. То есть учкны, пыргетыны. А, ну это было, да, у нас после влогах. Это всё управление шоры, как бы в центр кого-то. И никак не влэ. То есть не работает калька с русского. Ну влэ, да, это работает немножко. Но вообще уже сейчас очень многие так делают, к сожалению. Уже много раз замечал. Поколение 25-летних уже, да. Учкны влэ употребляют. А так ручку на шоу, да? Да, да. Моечко Мачлайн, да? Идём дальше. Так. Попробуйте... Михаил, да? Пожилая рыжая кошка вальяжно лишит рядом со старым серым диваном. Перей, перечь, мэй, кашиш, му, ку, рыщ. А тут выдавали варианты. Диван Бардын, диван Дарын, диван Иван Эна, Арте, Гань, Гань, Клэ. Клэ. Угу. Умой. Смотрим. Умой. Да, можно либо перечь, либо мэй, оба значения одинаковые. Это котшиш, вуш, пурыш, диван Бардын. Это вот прям вот в притык, если она лежит, то есть лапкой касаясь от диван. Диван Дарын рядом с диваном, между ними может быть расстояние. Диван Эн, Арте в одном ряду с диваном. На одной линии с диваном лежит. То есть есть такие нюансы у этих. Здесь вот главное запомните, про человека, про животное, про что-то живое мы говорим перечь или мэй. Про что-то старое, вуш. Как рыжая, красная, мэшечка. А, тут я выбрала рыжая, да? Рыжая, я хотела спросить. Горд, горд. В Углунском рыжая и красная, это горд. Там еще, наверное, варианты пожилой Арлыдо и рыжий, элит и горд. Ага, ну это, да, это такие, келют. Как пожилой Арлыдо. То есть это обидавшие виды кошек. Годы, да. Умудреные опытом жизненным. Возрастная. Арлыд это возраст. Арлыдо имеющие возраст. Оля, так все-таки между рыжим цветом и красным нет различий? Вот есть келют, это рыжая про лошадь, но про кошку келют не скажет. В русском жаргоне, там в традициях уголовных преступлений, золото называется рыжьем. Мы же красным не называем, и клубмуртским как-то золото не называть, наверное, красным. Ну, тем не менее, во многих языках рыжий и красный одно и то же. Ну, вот в английском и редхард. Слово говоря, слово рыжий изначально есть красный, как и ред. Ну, редхард. Или русский, во-мранцузский руш. Ну, мы похожи. Артем, в зеленой траве много красивых цветов. К сожалению, не сделал, сейчас попытаюсь. Это несложно. До этого не дошло. Сейчас ждать. Тихо. Возж. Возж. А, трава. Возж это зеленый. Да. Трава, я вспомнился. Тру. Тру. Тур. Тур. А. Турин. А, да, турин. А, вожж, турин, дальше пфелок. Среди, да. Да. Тоже ассоциативно можно полость. Пол. Полы. А, пыл. Вы пусть сам найдете. Пылы. Да, пылыщ. Полыщ. Тут полный, потому что где вопрос. Возж, тур, туры, вожж. Возж, это лук. Возж, это зеленый. Возж, турын, турын, пылын, трос, чебер, щачка, йос. Супер. Йос тоже допускается произношение диалектное. Вы можете себе выбрать диалект и общаться с удмуртами на диалекте. Сначала бы было литературном удмуртском языке. Это пусто не. А на ней диалект у меня брат отказывается. Вот, вот, вот. Возж, турын, пылын, трос, чебер, щачка. Да, вы помните, после слов трос можно использовать как множественное число, да, под влиянием русского языка такое происходит. Либо используем исконно-финно-угорскую форму после числительных и слов, указывающих на количество единственное число. Угу. На щеком ажлань. Рома. Вы, наверное... Тут тот же будет после лук, только в другой падеже. Из. Тогда кин. Нет, кин ищет. Нет. Из современных удмуртских русских. Ищет... Я подбежу таблицу. После лук нужен из группы. Вот, как бы, группа современных удмуртских писателей. А вот тут вот был, 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 вот он, вот он, наверное, пылыщ. Да, пылыщ. Но это будет в самом конце. А. Тогда кин. То есть вот это ищет, это пылыщ, оно станет после слова писателя. Тогда кин. Вы это ты. Ты. Чункин. Сейчас, сейчас, подождите, пусть человек построит, потом поправим. Кин, это же кто? Тихо. Юля. Тотишко дэ. Кто дышко дэ? А, нет, ты, 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 ты. Просто... Да, тотишко дэ. А, современные не скажут. Туала. А. Туала. А. А я тоже не сказала. Да, ты тоже. Туала. А, нет там подсказка. Так, все. Да. Удмурт, а писатель не от... Гош-яш-киш. А, пишущий. Точно. От Гош-яны писатель. Гош-яш-киш-йос. Ага. Из. Брышки. Шонер. Давай еще раз и такой нюанс. Кого? Кин это у нас именительный падеж. А кого это винительный. Винительный падеж вот кине. Это было вам в подсказке. Это я кине. Ты. Тот-дэш-коди. Туала. Отбурт, горь-яш-киш-чьёс. Ставич. Браво. Ты же мой. Да. Почему? Мурт. Ага. Вот так. А, да. Лучше в конце же ставить глагол. Да. Но это не столь принципиально. Ну, как бы уже в современном угорском языке это... Не, ну, это по-классическим. Вот, вот столько. Мы уезжаем на два дня по работе. О, Леш. Ужмы и сирен, как нуналы, кошки ищ, комы, да? Угу. Кошки ищ, ком. Угу. А умы? Ужмы. Тут может быть... Это работа. Да. Тут может быть два варианта. Либо из-за нашей работы. Либо просто из-за работы. А местоимение-то где? А можно опустить. Потому что понятно по контексту, что вечер о нас идёт. Угу. Местоимение здесь... Определённый вечер. Это тоже. Во сколько вечером ты ужинаешь, Юля? У меня часы, там читаешь и шпичков. Угу. Ну, давайте это, постараемся немножко напрягаться, переводить. Чего? Ну, в смысле, или ты свой перевод читаешь? Твой. А, ну, хорошо. Ну, вот же. У меня час... Часын у меня. Хорошо. Часын, да. Ну, я тогда... Я не успеваю это писать. Это всё отправлено, Илья. У нас сейчас разбор уже. То есть, либо вы дома сделали, либо распечатали то, что я отправила. Сейчас мы не можем останавливаться и ждать, пока вы всё перепишете. А, там есть. Я просто параллельно пишу. Сичкишкот. Сичкишкот. Угу. Тут, поскольку нет объекта, мы ставим вот эту форму Сичкишкот. А, как думаете? Наши гости хотят уже в два часа уехать. То есть, если буквально по-русски, это уезд наших гостей выходит, да? То есть... Нашим гостям хочется. Хочется. Хочется, да. Скажем, да. То есть... Куно... Куно-е-змылен. Куно-осмылен. Куно-осмылен. Кошки-мез. Их много. Да. Кошки-мзы. Да, кошки-мзы. Куно-е-смылен. Кошки-мзы. Куно-е-змылен. Да, по-ты-и-ни. Да. Кык-часы. Два часа. Кык-часы, по-ты-и-ни. Давайте еще раз с глаголом в конце. Куно-осмылен. Кошки-мзы. Кык-часын. Под кык-часын. Вот лучше не дробить кошки-мзы по-ты. Это будет вместе. Все, да. То есть... Куно-осмылен. Кык-часын. Кошки-мзы. По-ты-и-ни. Тоже мой. Кык-часын или кык-часын. Кошки-мзы уехать, либо бертемзы вернуться домой. По-ты-и-ни или ни. Кошки-мзы просто уехать без оглядки. Так. Вы это все можете потом еще дома еще раз посмотреть, себе какие-то сейчас заметки сделать. Что, уже круто, да. Прорекхать. Хочешь попить квасу? Да. Илья. Мне написано, что ты на квас-лэн. Квас-лэн. Удмортизировали квас. А про аллергии мне не нужно переводить. А, а там было что-то про аллергии еще? На мандарине, да. Может быть, это и выпало у меня. Квас-лэн. Щукаш. 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 Я бы сказал, щукаш-юэнэ. Щукаш-юэнэ. Да. Ты будешь пить квас? Угу. А здесь хочешь более грамматически сложную произведение? Щукаш-юэнэ. Тихо-тихо. Он сказал уже. А я сказал уже. А что же сказать? Щукаш-юэнэ-э. Потэ-а. 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 Щукаш-юэнэ-э. Потэ-а. Юля, вопрос. Это не по этому предложению, а как раз там диалергия была. Сейчас вернёмся, если там нет, то мы это обсудим. У меня не по всему предложению, а по... Может быть где-то мой урок, на котором у меня не было, это вы обсуждали, я пропустила. Вот откуда этот суффикс «ты» берётся, «сос», «ты»? Это виничный. Твоя любимая! Здесь, смотрите, «Щукаш юомед потеа», это опять у меня упало. Все знают, что это мой любимый, тебе подняться. Недавижу. «Щукаш юомед потеа» действительно переводится как «ты хочешь попить квасу», но можно спросить и в разговорной речи, ты будешь пить квас? «Щукаш юода» — это будущее время, которое мы пройдём на следующем. Понятие. На, ты проходи. После будущего и прошедшего. У моего друга аллергия на апельсины, поэтому он не хочет их есть. Так, кто у нас? Коля. «Эшелем, апельсины, аллергия, ес вань, с уйм, с уйм, с улэм, 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 с улэм. Олэм, олэм. Это реальная история, я её всем рассказываю. У меня в деревне записывали лингвисты из РДУ. Диалект. И там мучают просто часами, сажают бабушку вот перед тобой. И лингвист спрашивает, а как будет... Вот лингвист тот записывал животных. Он говорит, как будет курица, как будет медведь, как будет... А бабушка сидит уже, господи, чёрт, вообще, да? Вот. И спрашивает у бабушки, он говорит, как будет лось на вашем языке? Лось, олень, олень, олень. Надо три раза повторить это слово, чтобы чётко записалось. Вот просто смешно, что она лося, олень. Почему здесь мандарин? То есть мандарин, это вы так же, как лук, и лук в своём ряде. Или действительно в Удмуртском нет слова относительно? Да есть, конечно, это просто апельсин, мандарин. Ну, суть одна. Наверное, у кого на апельсины аллергия, то вы на мандарин. Да, суть в том, что у нас аллергия на что-то, в Удмуртском языке аллергия к чему-то. Это дательный поддерж управления. Удмуртский. Удмуртский. Такие слова, как Россия, аллергия, Франция. В Удмуртском языке конечное «Я» отсекается. То есть не аллергия, но это, по крайней мере, так было раньше. Я, кстати, пофоткала в Ижевске и в Саракулете вывески. В Саракуле вывески есть в Удмуртском только в двух местах. Первое – это в пятерочке, второе – около тюрьмы. Неправда. А рядом с судьбой, ой, с судьбой говорю, с тюрьмой. Нет, кстати, что касается тюрьмы, рядом с тюрьмой, это было всегда. Вот сколько времени. Видимо, основная клинка. В свое время это было у кексы поездеч на переходе. Всегда. А вот пятерочку недавно открыли, и там надпись наборит. Да, представляете, у меня было такое, что один раз в Москве лет пять назад наверное позвонили, сказали, что ищут переводчика с Удмуртского на русский для суда. Они специально говорят, так сказать, да, умалочка. Да, да, да. Кстати, а глупой сути не знаешь, что Удмуртский язык – это язык, Российской Федерации национально. То есть человек гражданин Российской Федерации. Но если ему 80+, то возможно, что он очень плохо владеет. То есть такой он может быть. Он не попал в суд. Это просто уже издевательство было. Ну понятно, растянуть. Солосты – это винительный падеж, мы его еще изучим. Вообще, я имею в виду кота… А я так у вас все имит, это потому что… Да, да. Этот имеет. Этот имеет. Этот имеет. Поэтому. Удмурт или нет? Да, нет, конечно. А потому что… Удмурт или нет? Удмурт или нет? Я знаю. Удмурт или нет. Если наоборот здесь было бы… Судя… Малкешону причина, то было бы Малкешону. Стыдовый. То есть, например, мой друг не ест апельсины, потому что у него аллергия. Там было бы Малкишону. Да, можно. Что Малкишону? Малкишону — это союз, который дальше раскрывает... Да. Да, Малкишону? Потому что. Да, потому что. То есть, он раскрывает причину. А что ИСА как союз? Это потому что? Это не изъявительный что. Он соответствует что. И СОИНИК он раскрывает следствие. То есть, причина до, и потом СОИНИК следствие. А Малкишону причину раскрывает. То есть, здесь какая-то ситуация. Мы ее через Малкишону объясняем. И есть такая передача на Угновском телевидении. Малкишон у нас. Да. Я не хочу опаздывать на пару, поэтому надо сейчас же выходить из дома. Кинула Дже. Михаил, попробуйте. Спасибо. ПОТОНО Да, они синонимичны. БЕРО МЫНЫ, глагол, да, опаздывать. Из него делаем конструкцию «не хочу опаздывать». Поэтому из дома Алик сейчас же ПОТОНО НИ надо выходить. Или ПОТОНО КУЛЕНИ. А именно ПОЛЕД, да? Ну, УРОКЕ, ПОРАЕ. То есть суть в том, что здесь должен быть суффикс «эй-е». Куда? Опаздывать куда? Я же не хочу. Да, всё куда? Здесь это без разницы. УКПОТ? Вообще во всех лицах будет одинаково. Вот это у нас будет показатель лица. А это будущее время, поэтому... БЕРО МИНЫ на глагол не похож как-то. Это глагольное существительное. Это у нас конструкция, когда мне хочется, мне не хочется. ПОТО, УКПОТ. Это у нас вот была конструкция, когда мне что-то хочется, тебе что-то хочется. Она статична. То есть там она строится каким образом? У нас есть глагольное существительное на М, ЕМ, М, да? Плюс дальше ПОТЭ, если УТВЕРДИТЕЛЬНО, или УКПОТ. И здесь у нас, значит, как она строится? Вот у нас есть глагол БЕРО МИНЫ. БЕРО МИНЫ. Мы здесь отсекаем ИНЫ и делаем от глагольное существительное, добавляя вот эти суффиксы. БЕРО МИНЫ, да, после М мы ставим ЕМ. Если бы тут ДЗЛНСТ ТВЕРДОЯ была, мы бы поставили М. Если бы у нас был глагол УЖАНЫ, то мы бы поставили УЖАНЫ. То есть мы построили от глагольное существительное. Почти от любого глагола можно построить от глаголных. От всех. Да, и дальше вот к этому БЕРО МИНЫ мы добавляем притяжательный суффикс, о ком идет речь. То есть поэтому получилось БЕРО МИНЫ, от глагольное существительное, и плюс Е в мое опоздание, как бы обо мне идет речь. А УКПОТЭ это просто такая как бы штучка, она уже законсервировалась. В принципе, я смотрю, как мне надо, не на глагол, а просто как УКПОТЭ все добавляется. Да, у нее... Это как бы третье лицо. Третье лицо, да. И потому что не мне, а что-то третье, сила какая-то не хочет. Какая-то что-то, сила выходит или не выходит. Да. Ну то есть вот эта вот штучка, она единичная. То есть вот УКПОТЭ все, а вот похожих вещей больше нет. Вот УКПОТЭ? Я не хочу, даже вот в разговоре, кратко сказать, я не хочу, УКПОТЭ не выходит. И вот ничего похожего в мурском языке больше нет. УКПОТЭ и все. По-другому как передать не хочу? Не, не, а другие глаголы могут так же вот как бы... Не, консервироваться? Да, да. КУЛЕ, КУЛЕ АВЭ, надо, не надо. А ну то есть таких нескольких как бы... Хочется именно вот такую же вот сложную оригинальную конструкцию, что вот была еще одна такая. Да, ну то есть я запоминаю это как одно исключение УКПОТЭ и все. Не хочется и все, УКПОТЭ есть такое. А вот больше такого, по такой как бы схеме больше нет. Ну можно нельзя, яра у яра. А, да, яра у яра. Могу, не могу. Вот мы учили глагол БОГАТЫНЫ, это в первую очередь физическая возможность. А есть еще возможность, мы на МЕУГЛУ, когда... Физически я бы мог пойти, но обстоятельства складываются так, что я не могу. И как это будет? УЗЛ УГЛУ, мы на МЕУГЛУ. То есть они есть еще? А это еще в будущем проходили, наверное, в будущем. Мы это проходили, вот, в прошлой серии, скажем, это было. В прошлой жизни, в прошлой жизни. Да. А вот еще, еще последний вопрос. А вот второй раз ИК, это что означает? АЛИ и ИК вместе означает сейчас же. У ИК это частица Ж. АЛИ это сейчас. АЛИ ИК, ДжОК, АЛИ ИК. Сейчас же сюда, быстро. Кто у нас костюм сейчас? А, получается, я, да. А Артем сейчас говорит, да? Нет. А, я сбился, да. Артем, мне кажется, сейчас. Привет. Можно помощь зала? Да, так, купить. Ну, давай попробуем, да. Так, бузаны. Бузаны продавать, а покупать брать паштаны. Бузаны, сейчас глагольное существительное. Да. Бузаны. Так, бузаны, значит, твердое, значит, баштем, и так как я баштеме. Угу. Вот это. Да. Баштеме. Так, чебер костюм. Костюм, наверное, костюм будет? Да. Угу. Так. Давай еще раз вот эту часть. Хочу купить красивый костюм. Баштеме чебер костюм поте. То есть баштеме поте, это вместе. Местя. Хочется купить. Значит, тогда чебер костюм, баштеме поте. Костюм. Супер. Так, быть. Быть, это луны. Луны. Тоже мы делаем из него конструкцию. Луем-э. Угу. Луэ-ме. 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 Так. Хочется. Хочется. А можно чебер костюм? Костюм. Так. Костюм. Костюм модник. Или шоболь. Еще. Отщебы. Костюм. Костюм. Луэ-ме поте. Тоже мой. Нож. Угу. Сот. Так. Сот. Дорогое стоит. Дорого, дорогой. Чебер? Нет. Цена. А. Цена. Как будет? Ну, я деньги знаю. Да, это близко. Дуно. Конь-дон. Дон. Это цена. Киногруска. Пемская. Дуно. Конь-белка, да. Нож. Ну, тут будет но. Тут нож не подойдет. Но. Тут нет как такового... Противопоставления. Противопоставления, да. Тут скорее... Так, но. Нож. Противопоставления. Да, тут скорее... Со. Дуно. Стоит. Стоит. Белагол. Стоит. Дуны в третье лицо ставим. Стоять. Ага. А. То есть стоить стоять, это... Одно и то же, да. Одно и то же, да. Одно и то же, да. В принципе, тут можно даже оставить просто носо-дуно. Просто дорого. Да. Но он дорогой. А можно сказать про селе? Много стоит. Трос-дуно. А, нет, трос-де-дуно. Можно теоретически, да. Деоретика. Носо-дуно-селе, ведь тон-кых шурс монет. Тихо-тихо, не подсказывай. Рубли. Да, правильно. Монет. Монета, да. Монет. Монет. Школа. Примерно. Около. Мгм. Мгм. Трос-тратить... Ну, покупать. Сама не помню, я там подсказку давала вам, да? Мгм. 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 Буттыны. Мгм. Буттыны написала, да? Мгм. Трос-буттыны-ук-под. Мгм. Мгм. Трос-конь-дон, можно тут добавить денег. Не хочу много денег тратить. Ук-що-буттыны. Ук-що-буттыны. Мгм. Трос-ук-що-буттыны-ук-под. Ук-що или конь-дон синонима. Ук-що-татарское заимствование, конь-дон свое слово, диалектами отличаются. Юг используют ук-що. Север-конь-дон. У нас разная валюта. Мгм. 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 ological Jin. Пропустила. Ну, по-моему, в литературном тоже чаще конь-дон пишут. Например, «бюджет», «казна», «хонь дед» тоже сделали слово. Так, Артём молодец. «Чебе костюм баштэмэ потэ? Коштануэмэ потэ? Ножсо а?» Я сама тут нож написала. «Ножсо дуно сэле?» Хотя, ну, тут можно и «но» и «нож». «Ножсо дуно сэле битон кык щурс монет палатросу кщу битаме укпотэ?» Или укпоты. «Баламон юан-йоз». Понятно с этим длинным предложением, да? «Для цели успешной учёбы». Это прям про меня. Там было так много. Много. Было, было, было. Это была вот эта чудесная распечатка из Назаровой, суффикс, который для цели. Мы вам известны. А успешная это просто «хорошая» можно сказать, да? Или есть футбургское слово? Вот, «понна». Да, «шанер». А вот теперь «успешная учёба». Хорошая учёба. Тогда, может, «шанер». Как «хороший». Ну, будет, наверное, «шанер» и будет. «Шанер» — это правильный. А, так, тогда... Хороший. Мы... «Джечь». Да, дальше вот здесь вот конструкция, что кому-то надо. Детям надо. Вспоминайте эту конструкцию, когда кому-то что-то надо сделать. Причём, мы... А, так же, как-то, значит, сейчас. Конструкция, как она у нас строится? У нас есть дательный падеж, да? Кому это надо? Да, на прошлом году. Потом дальше у нас идёт либо глагол с умиксом «оно», «йоно», «но» — это первый вариант. Либо второй вариант у нас инфинитив глагола, то есть «ны», да, в конце. Плюс «куле», если это вот утвердительная форма. Итак, значит, дети будут стоять в датчикном падеже, потому что детям нужно... Как это делать? Ни-ос-пи-ос-лы? Н-э-л-пи-ос-лы. Н-э-л-пи-ос-лы. Да? То есть у нас два слова для детей. Либо н-э-л-пи, либо обратный порядок. Пинал. Да. На зубёном. То есть либо девочка-мальчик, либо мальчик-девочка. Н-э-л-пи-ос-лы. Угу. Потом «раньше». Ага, «раньше» как это было? Это как рано, только... Нет, не умерло. С суффиксом «гез». Помогло? Можешь. 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 Ва-жи-гет. Ва-жи-гет. Потом ложиться. А, нет, сначала спать. Да, спать. Часто девочки пишут это слово в чате. Бабыны, потом заезжать. Положиться. Бабыны, выдыны. Бабыны, выды-но в нашем случае. А, или выды-ни-куэ. Без разницы, это твой выбор. Да, выды-но. Вы-да-но. Ва-жи-гет бабыны, выды-но. И... Мало, меньше. Мало? Я ничего не учусь на моей колодке. Ичи. Ичи. И делаем меньше. Ичи-гет. Ага. Ага. Телевизор. Уч-кны. Уч-кудук. А, уч-кны смотреть. Уч-кны смотреть. А может, телевизор он так и не дает ассоциации? А чины не годится. А, тогда... А, ну да. Но и через телевизор. Уч-кны. 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 Или уч-кны-куэ, или уч-кны. Да. И шел к полу БДСС. Давай еще раз, все. Уч-кны. Конечно, она не упилась. Ичи-гет. Раньше. Пас-гет. ИЧИ... Бачгец. Девочки часто пишут это слово. Точно. Бабыны. Да, бабыны. Ложись. Выданы. Выданы. Я сейчас запишу, чтобы не спать. Выданы. 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 Но. Ичигец. Телевизор. Учкино. Учконо. А, Учконо, да. Шанер, ты же мой. Что-то припоминается, чтобы обыныл появляется какое-то отношение к детям, точно, да. Все правильно. Если бы про взрослый был, это советую. Но это ичинный все-таки. Ну, если это неформально, какая-то шутку могут сказать и баб, тоже бабыны. Баби щкодни, ты уже засыпаешь, спишь. Да. Кто у нас тут с тестом? О, актуально. Леш как раз пойдет. Тесто за колчо, да? Можно его в конце, потому что тут перечисления предметов, их все надо добавить. Чу-грамм скал-йод. Скал-вэй. Скал-вэй. И теперь добавить. Добавить здесь глупо. Вацаны. Вацаны, но аккуратно. Либо, что мы делаем, либо вацаны кулэ, либо... Вацанно. Вацанно. Но. Аккуратно там написано. Там была подсказка, да? Выклыктыны, да? Ля. Ляктын. Ляктын не перемешать, это сурыны, значит суранно, да? Суранно, да? Суранно. Суранно кулэ. Кулджо, тесто, куда в тесто. Кулджо, экнин, курэкпуз, да? Если скажете, если написали курэкпузьон, тоже правильно. Щу грамм скал-вэй, вацана, но ляктын суранно. Типа аккуратно, тихонько. У ляктын вообще очень широкий спектр значений. Ляктын одями, типа добрый человек, такой, ну, спокойный. Аккуратно. Прямо как в операции вы. Угу. Юля. Можна, если нам не сама библиотека нужна, да? Акк библиотеке, то мы можем сказать с послелогом доры. Кжимононо или кжимононикулэ. Вот еще тут в связи с этим... Упс, нажала не то. Я вам почувствовала. Смотрите, в будморском языке... Все по-другому. В, например, ВКонтакте, в переводе интерфейса ВКонтакте, все вот эти клавиши нажать, перейти. Они все в форме оно-йоно. Там никто но и так далее. Потому что это задача сделать что-то. Так, мы интересно где уже. Что у нас там следующее? Дальше не забыть. Что, про тебя библиотеку? Да, нет. Не надо забыть сделать домашнее задание. Два часа. Это был костюмчик. Куртеум. А, вот, вот оно. Сделать это в данном случае Лычтыны, наверное, да? Куртеумчтыны, ву-не-тыны, 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 ву-не-тыны. А если через первый век? Ву-не-тыны. А был. Гуртеумчтыны, ву-не-тыны. Если Коля написал «гуртеумчат» случайно, в обвинительном падеже, то это не будет ошибкой. То есть вот это конкретно? Почему? Да. Выгнать его отсюда. Выгнать его отсюда. Выгнать его отсюда. Но, оба. Юан, Ю, с вами здесь есть вопросы. Если у вас были сомнения, глаголы «эщтэны» или «карны», то «карны» чаще всего как вспомогательный глагол. Фотографировать карны, там вот какие-то такие вещи, составные сказуемые с ним чаще всего. Что ты делаешь? Маркарий Шкотт. Значит, ну это более предметно уже, прям вот что-то руками делать. Да можно задать? Если хочешь быть здоровым, у нас Илья, да? Надо выпивать. Точка. Су — это вы из татарского слова, я обидела. Су — это по-татарски «вода». В полдмуртске это «су», знаете, что это? Это «су» — «зола». Два литра «золы». А ну что, там, наверное, кальция много, да? Булы и съесть. Почему булы в воде? Как литр булы? Почему булы-то? Дательный падеж. Зачем? Дательный падеж плюс юно. Так юно, ну-ка, что? Зачем дательный падеж нужно, а кто должен это сделать? Литр воды. Нунал, нуналы. Да. Нуналы. Нуналы бдэ. Да, каждый день. Нуналы бдэ. Коть куднунал или нуналы бдэ. Бдэ. Кык литр бу, юно. Вот у вас вторая часть написана, правильно? А если хочешь быть здоровым, быть здоровым, да? У нас глагол «быть» уже был сегодня. Дорога таза, да. Луны. Луэмед. Ага. Луэмед. Потеке. Потеке. Таза, луэмед, потеке. Нуналы бдэ, кык литр бу, юно. Он сам испугался. Это новый звук, что ли? Зато не попустишь. Это последний файл, да? Это последнее предложение. Да. Да. А еще у нас было предложение. А у нас еще к этому уроку было. Да. А мой прошлый раз это по 1.5. Я их сделал, к этому старался. У кого есть желание поиграть, уже дырдичь. О, пучку. Мурти вами гордиться. Я живу не один. Сделали? Да, да, да. Я вот это как раз не сделала, потому что перевод пришел. Я думала, вы это проверили. Давайте, знаете, как сейчас сделаем? Давайте сейчас... Я зато видела, что у тебя не было. Да нет. Давайте сейчас сделаем следующее. Вот поскольку эти предложения, они перекликаются с этими по грамматике, мы сначала посмотрим вообще новую тему сейчас возьмем, ладно, чтобы мы успели. Да, давайте. Потом закрепим новую тему. Если время останется, то мы еще проверим. Хорошо? Это слишком много новых тем. Я старую еще не могу. Нет, это сейчас новая тема, она легкая. Это лишительный падеж. А-а-а. Да. Вы что, не допрошли, что ли? Нет, мы на прошлом занятии вот тоже засели на чем-то. Вот проверка домашнего задания очень много времени отнимает. А, знаете, почему вот это домашнее задание я еще... Я это разведавала сейчас меньше. Вот это. Оно было в листочке, но его не надо было делать, потому что мы не прошли падежи. А, я сделал. А, я сделал. Ну, потому что у нас... Потому что мы не знали, что мы не прошли. Мы не знали, что мы не прошли. Да. У кого нет листочка, кого не было на прошлом занятии? У кого нет... Я распечатала. У всех есть, да? Марк, ты на два нет, а? Угу. Умой. Значит, проходим один из самых легчайших падежей удмуртского языка, который идет в паре. Он антоним, скажем так, антагонист творительного падежа. Это лишительный падеж. Вот у вас на листочках на второй странице, по-моему, начинается. На третий. Вот. Значит, вопросительные слова этого падежа китек, матек, то есть тек, уже в вопросе содержится ответ. А можно мне расточиться, потому что у меня тут... Да, давай, да. Можно? Да. Кинонный шовел. А, слушайте, у меня прям с желтым выделено там? Да, да. Все. Отлично. У меня есть, но через этот момент это все... Можно я отборку? Да, да. Спасибо. Пасаде. Угу. Сейчас. А русская решительная работа, и ВИ считается, что это в этом проект. А почему у меня так плохо печатает у тебя так хорошо? Потому что я на работе печатаю. Я на работе. Разная работа. Просто добавится на что учился. От меня какого-то снова. Итак, смотрите. Значит, с лишительным падежом вообще нет проблем, потому что в отличие от творительного, даже притяжательный суффикс здесь себя ведет очень адекватно. То есть вот у нас есть слово ПУРТ, нож. Без ножа ПУРТ, ТЭК. Да, просто суффикс ТЭК добавился и все. Не будет вариаций звонких, глухих. Всегда только ТЭК. Потом, значит, если у нас есть притяжательный суффикс, то сначала идет притяжательный суффикс, а потом к нему суффикс ТЭК добавляется. Да, вот здесь. Нашли еще. Да. Так, вот здесь все нашли. Не то. Следующая страница. Давайте просто прочитаем. Рома, прочитай, пожалуйста, прям вот с переводом. Без моего ножа, без твоего ножа. ПУРТ, ТЭК. Без ножа ПУРТ, ТЭК. ПУРТ, ТЭК. Там небольшое оглушение будет, конечный Д, ПУРТ, ТЭК. Без его ножа ПУРТ, СТЭК. Без его ножа ПУРТ, МЫ, ТЭК. Без вашего ножа ПУРТ, ТЭК. Без вашего ножа ПУРТ, СЫ, ТЭК. Без их ножа. Что, нет? Значение, употребление. Значит, предмет или явление, без которого свершается действие. Олёш, предложение читаем. Инбам. Так, инбам, но шунды тек, чагыр, эвэл. Небо без солнца, без солнца не голубое. Угу, шунды, солнце шунды тек. Ага, да. Вопрос, почему здесь они складываются, но согласительно? Даже небо. Почему но вот здесь? Да. У но есть значение и союза. И противопоставление. И есть даже значение, и есть противопоставление. То есть у него много тоже значений. Инбам, но вот когда но идёт после существительного, оно означает даже. Даже небо без солнца не голубое. А чагыр? Голубой. А, точно. Угу. Сизый тоже может быть значение, да. То есть у нас есть лыс, синий, а чагыр голубой. Я не знаю, что я не знаю. Если без сопровождения кого-либо, да? То есть... А, давайте, знаете, как сделаем? Олёш, а сделай противоположно. То есть даже небо с солнцем голубое. Как сделать творительный падеж из шунды? Шунды Йен. Угу. Инбам, но шунды Йен, чагыр. Такое, знаете, предложение двусмысленное. Даже небо с солнцем голубое. Ручить, что на вас? Ручить, что на вас? Испорченная ручина. Что на вас? Юлия. Да, тут у нас прошедшее время. Клиз остался, да, в 19 лет остался без мамы. Как будет с мамой? Остался. С мамой остался, да. Он остался с мамой. После развода родителей он остался с мамой. Можно после развода дневного родителей? Да, я просто контекст устраиваю. А со своей мамой? Логично, что он из чужого. Вот я и пытаюсь со своей сделать. А так? Нет, там хитрее. Она Йен. Нет. Она Йен. Она Йен. Это ты с мамой остался. Ну. Он-то со своей остался, а не с твоей. Она Йен. Она Йен. Она Йен. Она Йен. Он остался со своей мамой. То есть там подъездный Йен, показатель перед притяжательным. Да, вот если вы развернете на предыдущую страничку, там табличка дана как раз. То есть во всех лицах между корнем и лично притяжательным суффиксом будут вклиниваться Йены. Интересно. Не просто притяжательный суффикс. Ну либо вынужден. Сначала, да, если множественное число и слова исключения, не отчуждаем принадлежности. Ухо, например. Да. С ухом. Суп с ухом. Марк. То есть вот если мы без кого-то что-либо делаем, это у нас тоже суффикс ТЭК. Если с кем-то что-то делаем, то тогда Йен творительный. Ну там, да, без десяти, да, с минут ТЭК, quite час. Да, это мы уже в каком-то виде, это уже использовали, да, про время, когда говорим. Здесь мы никак не можем вариант творительного падежа поставить, тут нет антонимичного по значению. Значит, смотрите, вот тут дальше ШУМ ДЕТЭМ НУНАЛ мы делаем так прилагательный за счет суффикса ТЭМ, да, когда чем-то не обладающее. А если ШУМ ДЕТЭК НУНАЛ, то это день без солнца. То есть ТЭК это суффикс, который существительное отрицает, а ТЭМ прилагательное. ЗОР ТЭК НУНАЛ. ЗОР ТЭМ НУНАЛ. Я вот это вот не глуплю. Я прям чувствую, как я в прошлый раз то же самое написала. То есть если вы видите суффикс ТЭМ, он тоже про отрицание, что чего-то нет. Да, но это будет прилагательное. Да. Например, ШУТЭМ ПИЯЖ. ШУТ, да, это счастье. Да, несчастный. Несчастный мальчик без ШУДА. ШУТЭК ПИЯЖ, мальчик без счастья. ШУТЭК ПИЯЖ, мое сердце не погибнет без счастья. О, как красиво. Откуда такое предложение, сама не знаю. Или вот хорошее ругательство, такое аккуратное. ШИНТЭМ ПЛЁКАН. Слепошарый, безглазый ПЛЁКАН. Кто такой? Слепошарый. ПЛЁКАН я не знаю. А ПЛЁКАН, сколько такое? Слепошарый. Да, но если ПЛЁКАН. Но если ШИНТЭМ слепой, то ПЛЁКАН, видимо, ШАРЫЙ. По миле, это ко мне попадалось. Слепошарый? ПЛЕКАН. Что-то произвело. ПЛЁКАН. ШИНТЭМ АДЖИ ПЕЛЬТЭМ КЛЭ. Слепой увидит, глухой услышит. У ШИНТЭМ синоним СУКЫР, да, то есть безглазый, то есть слепой СУКЫР ещё есть значение. А у ПЛЁТЭМ глухого СОНГРО. ШИНТЭМ КЛЁТ, да, вот у меня так дома не говорят. По-моему, в прошлый раз кто-то так сказал. Или я это из словаря выписывала. Слепо она так говорила. Да, или, может быть, ещё из словаря это тоже я выписывала, что ШИНТЭМ КЛЁТ, останешься без глаз, как говорят детям, если они много сливочного масла едят. Глаза слипнутся. И видите, можно добавлять суффикс ГЭС также. КАЛЫК БРЁН ЙОСЫ МУКТЭГЕС ПО РИЩКЕ. Минуточка политинформации. Народ неохотно, без особого настроения принимает участие в выборах. То есть буквально БРЁН ЙОСЫ, да, в выборы, без настроения, ПО РИЩКЕ, вот ПО РИНЫ это входить, ПО РИЩКЕНЫ входиться, если буквально переводить, принимать участие. МУКТ, это настроение сегодня уже было, да, МУКТЭГ без настроения, МУКТЭГЕС без особого настроения. То есть ГЭС, он как бы нивелирует такую прям яркую, что вообще без настроения, ну, как бы, ну, без особой охоты. Не бегут, в общем, на выборы. И запомните разницу между ДУНТЭМ и ДУНТЭГ. Это часто встречающиеся слова. ДУНТЭМ, то есть это прилагательное, да, без цены дешёвый. ТА ДЫЩКУТ ВОКЩО ДУНТЭМ. Эта одежда совершенно недорогая. И ДУНТЭК, это бесплатно, у него нет цены. Киноэт ДУНТЭК ПРИМЫ. Зашли на кинопоказ бесплатно, да, куда в кино. И дальше запомните личное местоимение в творительном и лишительном падежах. Давайте прям вот сподряд. Михаил, прочитайте, вот, как будет Я вот со мной, без меня. МОН, Я, МОНЭМ, СО МНОЙ, МОНТЭК, БЕЗ МЕНЯ. Тут как бы всё понятно, да, то есть везде МОН, МОН, и просто добавляем суффиксы. ТОН, дальше, Михаил. ТОН, ТЫ, ТОН ЭН, С ТОБОЙ, ТОН ТЭК, БЕЗ ТЕБЯ. СО, ОН, ОНА, СОИН, СНИМ, 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 СОТЭК. Вот здесь уже, видите, не СОЭН, а СОИН, ИН, и СОИН у нас было в предложениях СОИНИК, поэтому, да, СОТЭК БЕЗ НЕГО. СОТЭК БЕЗ НЕГО. ТОН, ТЫ, ВЫ, ТИ, ЛЕДИН, С ВАМИ, СТЭК БЕЗ ВАС, СОО ОНИ, СО СИНИМ, СО ТЭК БЕЗ НЕГО. Угу, тоже мой. О, Лёша, Айда ПЫ. Айда ПЫ. Айда ПЫ. Айда ПУКЩЕ. БУКЩЕ. И давайте сделаем... Так, что у меня там было по плану? По плану, по плану, по плану. Ещё немного. Сначала план нужно. Ага, значит, смотрите, сейчас попробуем сделать следующее. У меня где-то есть замечательная карта. Попробуем их ставить в водительный и... Да. Угу. Давайте такое... Чтобы закрепить ещё какие-то слова дополнительные... Мэзмыт. Грустно, да? Да. Мэзмыт. Да. Мэзмыт. Это, если там, например, это зависит от вашего выбора. Там, без собаки грустно, например. Да? То есть, скорее всего, тут стэк будет. Ну да. Может быть, это вариант и крыса. То есть, без крысы грустно, да? И... Весело. Шулды. Угу. А переменец? Да. Если страшно... Кышкыт. Страшно. 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 Так. Фактически игра. Создаем новую игру. Нет, ты прям берёшь, говоришь... А. Что такое? Прям берёшь и говоришь. И показываешь остальным. Клакетч? Да. Клакетч, коза, да. Значит, надо что нам сделать? Тебе надо сказать, с козой весело? Конечно. С козой страшно, с козой грустно? С козой страшно. Или без козы? Без козы страшно. Коза сам... Коза самое страшное животное. Это точно. Она как за него смотришь, она сразу... Она сразу это... Она на тебя смотрит... И готова пуститься в атаку. Клакетч, тэк, мазмыт? Клакетч, тэк, мазмыт. Клакетч, тэк, мазмыт. Угу. Да. И надо с творительным падежом тоже. Я ужасно боюсь козы. Так. Который день падеж танц, в каком месте? Н-ен. Н-ен. Надо сказать предложение. Козой. Без козы ты сказал грустно. Клакетч, тэк, мазмыт. Но ж клакетч эн шылды. Клакетч так мазмыт. Клакетч так мазмыт. Но, клакетч н шылды. Клакетч эн шылды. Шо не? Мы не щекомаживаем, Юля. А вниз, слушай. Вниз, клади. Кучишь? Кучишь, это хорошо. Тихо. Нет, к... К... Точно. Кучишенка шкыт? Может быть, это тигур. Почим, Кучишенка шкыт? Нет. Кучишенка шкыт, а без кошки? Кучиш, Кучиштек назначай. Как это? Кучиштек. А ты че две хватаешь? Псейтек. Они потому что магнит. Покажите всем, что... Не вверх ногами? Нет. Кучиш, овца. Боишь ты тоже? Я никогда овцу не видел. Боишь. О, ну не вверх. Да, ну не вверх. Боишь. Неш-то. Не надо выбирать. Боишь? Обожди. Боишь. Боишь? 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 Да. Да, Боишь? Боишь? Без цыплёнка весело Чипидейл Чипатык 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 Я ещё хочу Так ты ещё в творительном не сказал ничего А в творительном? Да А с ним? Чипыен 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 Чипы 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 так Ош Ошен Ошен Ошеп Ошен Кышкыт Ошен Чем с ним Вал 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 Лошадь Вал Через Чипы Вал 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 Джазек 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 Кышкыт 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 Касаются Чипаются Гус Гус Чего нет Джазек Одно из ритуальных животных для удмуртов Водоплавающая птица вся очень котируется у удмуртов Не только утки. Не только утки Джазек. Лайфхак! Чтобы гуся отогнать, надо вот так делать. Надо сделать вот так. Да, ну как бы сымитировать, что у тебя тоже есть клюв. И что, уходит, да? Да, срабатывает прям в морду ему. А еще, знаете, Блатон? У меня была такая традиция. Я не помню, на меня то ли гусь напал, то ли петух. Может быть, я даже вам рассказывала. И моя прабабушка сделала такой ритуал, ну такой вот прям традиционный. То есть меня напугал очень сильно гусь, то ли петух. Она схватила его, выдернула перо, завела меня в баню, сказала садись, подожгла это перо и заставила меня нюхать запах пера. И я потом уже читала во взрослом состоянии, она сымитировала смерть моего врага. То есть она заставила вдыхать мне запах врага, убитого. Это я сейчас летал, есть печенье. Уйди буквами. Можно взять с врага своего врага и съесть. А сработало? Да, да, то есть я не стал заикой ничем. То есть как бы все нормально. Вот и... Ну съела... Супе съели. Да. У меня чеш. Чеш, еще одна культовая. Да. Чеш, утка. Чеш. Чеш. Гереды чеши. Чештек. Чеш, чош. Судыр. Чештек шудыр без утки весело. Как ходить среди утки? Бывает. Так же как без цыпленка. Чешен мы смыть. Чешен мы смыть. Сутки грустно, да? Ну, бывает, бывает. Умой. И сейчас сделаем еще. Вот у меня есть еще одни карточки. Столько слов не знаешь? Сделаем теперь так. Будем только творительные падежи говорить, но надо теперь с моей. Ой, мамочка. С моей. Там, где можно, можете что-то добавить, чтобы была фраза. Например, с моей собакой весело. С моим червем грустно. И тут есть сзади подсказки. Но тут хитрая подсказка. Надо не слева направо читать, а справа налево. Не знаю, почему так сделали. Кто эти карточки сделал в Израиле? Что-ли? То есть нужно говорить тоже грустно и весело ли как? Самое главное поставить с лично притяжательным суффиксом. То есть с моей собакой. Во-первых, это пу-ны с моей собакой. Пу-ны-ен? Нет. Это просто собака. Пу-ны с собакой. С собакой. С собакой. Пу-ны-ен-ы. М. Первый круг делаем с моей. Е-ны везде два века. Пу-ны-ен-ым с моей собакой и что-то еще добавить? Да, если есть возможность, то что-то добавить. Что тебе с собакой со своей веселой. Пу-ны-ен-ы. Пу-ны-е-ны. Пу-ны-е-ны. Что ды? А почему? За чей? А почему? За чей? Чего? Мы молимся с собой. Чего там? Поям там колобок. может третье лицо поставить или с твоим червем весело внутри ну да давайте тогда можете ставить другие лица и если у вас есть идеи фраз или предложение можете целиком сказать например бабушки с дедушкой с колобком весело их тестом с их колобком колчо ян зы колчо ян зы шуды колчо ян зы шуды ага мой илья а ну че подскажем на доске второе слово но получилось так что у нас финал ян зы бобулиены зы шуды одна бабочка на всех нет зачем бабочками с каждой а с их бабочками бобулиёс 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 бhero бобулиёс бобулиёс закрепla Монечко мая жвань, Коля. Дайте посмотреть, думайте. Там не только животные. Ну, мы еще возьмем. Насекомые. Атас, атас иным. Кунцеброн. Ага, интересно, с моим питомцем. А кто так слово значит, скажи мне? Атас и так? Джош. Ага, грустно без моего петуха. Мне кажется, вообще петуха, наверное, выгодно дома держать, да? Бдильник. Мне кажется, если кто-то в дверь постучит, тоже отреагирует. Кот шиш, кот шиш. Нет. Это да, но нам надо творительный поддерж. Мне весело с моим котом. Кто из этого следует? А почему? Надо сказать, я люблю кошек, потому что... Соль и ны... А, нет, на... Малый кешону. Малый кешону. Прям по полной программе. С ней весело, да. С моей кошкой весело. Смотрите, в этой таблице... Так, где мама с мамой конструкция. Вам надо вместо мамы поставить кот шиш. То есть кот шиш, потом ены и эмна. Кот шиш, ены, мы... Кот шиш, ены, мы... Кот шиш, ены, мы... Это наша кошка. Кот шиш, ены, мы... Или с одной кошкой с моей... Кот шиш, ены, мы... Су, вы... Угы, умой. Какая с моей рыжей кошкой. Горд, горд. Кочиш, горд вененый. Горд, кочишеный. Горд, кочишеный. Тушь, шудыр. Очень, да. Тушь шудыр. Тушь шудыр. Тушь, шудыр. Угы, умой. Рыжий, красный, это одно слово. Да, да. Рыба... Чурыб. Чурыга еным. Давай тоже множественное число. Как будто у тебя рыбки в аквариуме. Чурыга... Осы иным. Мазмит. Мазмит. С рыбками грустно. Как это грустно, это очень хорошо. Чургиас иным. Чургиас иным. А, ёс, ёс. То есть ёс, если согласны, ос, классно. Чурыга ес еным иным, мазмит. Умой? Умой. Горка. Горкатэк. Я смотрю. Козлов пособит. Тушь. Мазмит грустно? Очень грустно. Тушь мазмит. Угу. Горка. А, мы же это, то есть поменьше. Тогда же в своём доме. Ну, тут, да, не очень нелогично сказать, с моим домом весело. Ну, пусть будет. Мы грамматик в первую очередь. Зачем? Горка еным. Горка еным. Солдэ. Тоже мой. Так, мы нещко мазьвань. Более-менее закрепили, да? Давайте посмотрим из Мары Млэща то, что у нас было в Гуртеуш. А он будет в итоге пункт. Пожалуйста. А что у нас? Так, кто из Кинвэн Мары Млэща есть? 77. А может быть, мы из Лугурных Бурток всё-таки поделаем? Да, Мары Млэща. А, Мары Млэща интересный. Мары Млэща и Мары Млэща. И у меня нет Мары Млэща. А у меня нет Мары Млэща. Так, Рома пришёл позже, да? А что мы? Я всем раздаю Мары Млэща. А сейчас я тебе тоже могу дать, у меня ещё есть два. А куда там взялось этот Мары Млэща? Был у меня ученик один, который распечатал. И у него ещё остались эти книги, просто я у него забрать не могу. То есть это пиратские Мары Млэща? Да. Но новое издание должно быть в феврале, переиздание. А, ну зачем? Они там что-то добавят? Нет, ну просто новое издание, в смысле, первое, там, тираж очередной закончился. Считается, лучше, да, учебнику? Мары Млэща? Ну, наверное, да. Потому что к нему и аудио есть, но его самостоятельно нельзя изучить. То есть к нему должен преподаватель быть. Да, я бы ему пыталась заодно. Есть Назаров, а это самоучитель. Тоже, кстати. Но там нет того, той коммуникативной методики, которая есть в Мары Млэща. Но мне он не очень нравится. Он больше, знаете, заучить фразы, и всё. Без особого понимания структуры. Нет, оба живы. Юрий Перевозчиков в Ижевске живёт, и в Игане, в Болгарии. А, Пётр Воронцов. Да, он номер. У меня есть йогурт. Так, мальчиком. А желание, значит, из Мары Млэща, давайте посмотрим. 81-я страница. А, у нас ещё же домашнее было. 77-я сначала. 77-я. Вспомним творительный падеж. Артём Куцко, пожалуйста. Гарри Каспаров, Шуде. Гарри Каспаров, Шуде. Чем он играл? А, шахмат... Я вам скажу, шахмат-тын. Тэн. Шахмат-тын. Гарина Кулакова, вы жили, она бегала на лыжах, да? Низкаланы, как же там? Низкаланы, это вот непрофессионалы. С горочки катаются, а она именно бегала на лыжах. Оля, а шахматэн эль-е? Тэн твёрдая на конце, поэтому эн. Эн. Гарина Кулакова, Бежилуис на лыжах. Куас. Куасэн. Куасэн. А бегать? Бежилуис. А, Бежилуис. Это прошедшее время, да. Ваша задача только существительное поставить в творительном падеже. Гарина Кулакова, Куасэн, Бежилуис. Шо, нет, ты же мой? Юля? Ева Марадона, шудэ футболэн. Футболэн шудэ, ага. Михаэк Шумака, Бежилуис, машин-дарно-целэ. Арба? Машин, да. Маин. Машинэн. 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 Машинэн ворт-телэ. Ездит. Ворт-телэ, да. Да. Кто такой Турхеердал? Турхеердал это очень большой географ, который путешествовал в 60-х годах по всему океану. Это очень большой географ. Это 60-х. 70-х. И 80-х. И 80-х. Турхеердал это моя театра. Вот как раз вам и попало это предложение. Америка Е-РА. Америка Е-РА. На лодке. Лодка Е. Лодка Е. Лодка Е. Лодка Е. Лодка Е. Лодка Е. Ледра есть. Лодка, обмурчанин, Пыш. 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 А как Е или Э? После Ж не может Э оборот. А, после Ж. Пыш. Пыш. Турхеердал. Пыш. Ага. Коля. Толбовайлы. Пыш. Пыш. Лирическая такая музыка песня на фестивале была. А, я не слышала такой Пыш. 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 Победы. Пойдем. 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 Пузьма. Кузьма, Петрен, Чош, Мене Визнаны, так тоже можно. Можно из Чош вместе с кем-то, и можно без. А тут будет Мене или Мене, то есть они идут, или он идёт вместе с кем-то? В удмуртском языке можно единственное число, потому что Кузьма идёт с кем-то. Можно от Балды здесь, ничего страшного. Кожисо, Дыша, Шхемы. В удмуртском языке, если в какой-то одежде, это тоже творительный падеж. Как может быть одет Кузьма, кот, который идёт рыбачить? К чём? А в чём одеты? В чём? К Кюхин, Сой, Дыша, Хемын. Наверное, в резиновых сапогах, например. К Кюхин, Сапегэн. К Кюхин, Сапегэн. А резина, Сапегэн. В чём? Резина, Сапегэн. К Кузьма, Дыша, Шхемын, одевшийся. То есть я тебе говорю, как это переводится. Ты можешь использовать знакомые тебе слова. К Кюхин, Са, Дыша, Шхемын. Как он одет? К Кузьма в резиновых сапогах. Я просто пытаюсь понять, потом в конец поставить предложение, вот этот глагол, и думаю, какую форму там сделать. К Кюхин, Са, Дыша, Шхемын, одевшийся. К Кузьма, Резина, Сапегэн, но Дерэн, Дыша, Шхемын. Нам надо поставить одежду в творительный падеж. Если человек в чём-то, то это творительный. Значит, Резина, Сапегэн, но Дерэн, Дыша, Шхемын. Умой. К Кжи, К Кжи, как? Так, это вопросительное слово, а он вне падежа. Юля. А Маин как? Чем? Дыша, Шхемын, это причастие, одевшийся. Мани, Сачарик, Утэлэ. Мани или Маин? Маин, чем? Это у тебя может... Давай. Так, лучше. Да, так лучше. Маин, Сачарик, Утэлэ. Уточка. Уточка, Уточка. Визнан. Визнанен. Визнанен. Визнани. Вы бачите? Визнан, Уточка. Визнанен. Продолжение следует...